Как я сказал в предыдущем видео, я люблю интересные игры. Хотя, с другой стороны, ну, а кто их не любит, да? Кто признается в том, что ему жесть, как нравится Нейлой Гринд или кого-нибудь скинсо без геймплея. Интересные игры — это те, что увлекают, увлекают своими механиками, подходом к геймдизайну и взглядом, в принципе, на общую концепцию. И, на мой взгляд, гоночный жанр вписывается в это определение с трудом. Но, признаю, игры про машинки бывают самые разные, у некоторых из них вполне себе занимательный концепт. Например, старый добрый Кармагеддон. Кто из нас не любил пронестись ветерком по улицу любимого города будущего и разнести вон того чувака, что подрезал тебя на повороте? Или же ремейк той пошаговый RPG? Финны смогли заставить нас полюбить ржавые Редваны так, что до сих пор вспоминают эту игру не меньше, чем ядерный оригинал. Или вот Midtown Madness от Microsoft. На улицах Сан-Франциско я провел столько времени, что и смынать даже страшно. Я понимаю, что гонки бывают разные, поэтому давайте так. Я говорю про вот этот вот научный такой академический жанр кольцевых гонок, таких вот на стадионных каких-то треках с квалификационными заездами, спидстопами, с разными классами машин. GTM, GT4, LMP3. Что бы это ни значило, я до конца особо не разбираюсь. Но поскольку я в целом к машинам отношусь довольно-таки равнодушно, меня это никогда особо и не цепляло тоже. Короче, на мой взгляд, слишком много всего движений просто для того, чтобы погонять Porsche в аляпистые ливреи по какому-нибудь Нюрбур... Нюр... Нюрбур... Нюрбур... Нюрбургрингу. И в данном случае машинки — это даже не цель, а скорее средство получения какого-то, не знаю, удовольствия от интересных механик. Или, может быть, от необычного подхода к геймдизайну. Или, может быть, от технологий. Потому что, ну, все-таки гонки бывают разные. Мне нравится, когда игры воспринимают себя всерьез. Я с большим уважением отношусь к симуляторам. Плюор поехавшего реализма, где каждый тумблер в кабине имеет свое предназначение, прожимается отдельной клавишей на клавиатуре — этот плюор им к лицу. Ну, это же создает солидный порог вхождения. Нужно ведь не только более-менее понимать принцип работы двигателя для его тонкой настройки перед заездом, но и разбираться в правилах самих заездов, в правилах работы чемпионата и, не знаю, условностях, флагов, как пит-стоп в конце концов заезжать. Это уже не говоря о том, что на стрелочках в таких играх особо никуда не уедешь. Ну, потом в февральском номере «Страна игр» за 2004 год я увидел Project Gotham Racing 2. И я влюбился в эту игру буквально с первого взгляда через скриншоты. Я не играл в нее последующие десятилетия практически. Я не видел ее никогда вживую. Но вот этих вот скриншотов, картинок мне хватило, чтобы понять, что, блин, гонки-то могут быть разные. Я с тех пор ее два раза купил. Но купил-то один раз, но второй раз она у меня случайно появилась. И это гонка, которая до сих пор занимает какое-то место сердца у меня, причем странная, потому что, я говорю, я в нее практически особо не играл. Но она даже особо в концепцию культовых гонок-то не вписывается, ну, в том понимании, которое я сегодня хотел бы заложить в этот ролик. Но все равно хотел бы о ней кое-что рассказать. Просто посмотрите на эти скриншоты. Представьте, что сейчас начало двухтысячных, и вы смотрите на эту статью. А там огромные громады небоскребов уходят далеко в небо, и ты действительно ощущаешь этот город вокруг. Ни одна гонка тогда не могла похвастать настолько масштабным и реальным окружением. Тот же Midtown Madness был хорошей игрой, но город там ощущал все очень условно. Да что там, даже GTA не давал вот такого вот чувства мегаполиса. И вот этот вот скриншот, вот этот вот скриншот отдельно, он мне едва ли не снился по ночам. Я до сих пор хочу поиграть в эту игру. Только этого уже никогда не произойдет, потому что, ну, момент уже давно упущен. С того момента прошла куча времени, я стал другим человеком. Плюс к тому же был грид, который смог стать идеальной для меня гонкой. Был, не знаю, Кейн и Линч, шикарный урбанистический экшен. Серия GTA вышла на новый уровень. В конце концов, у меня теперь есть этот самый PGR2, и он, ну, он просто не впечатляет так сильно, потому что момент-то ушел. В него играть надо было тогда, когда на дворе был 2004 год, когда у меня был 2004 год. А теперь время прошло, никакой ностальгии чувств по этой игре у меня нету, потому что у меня ее никогда и не было. И, соответственно, ностальгия у меня не по игре, а по вот той статье, вот по этому вот скриншоту, по ощущениям чего-то недоступного. Это все еще прекрасная гонка. К тому же, там среди других городов есть трасса в Москве, например. И в Москве это реализовано не менее шикарно. Там по местному радио играют ночные снайперы, танцы минусы, чечерин. Как вам такое? Это просто невозможно представить сейчас в современных условиях, современных реалиях. Но за прошедшие 20 лет я уже столько всего видел и столько всего почувствовал, что Gotham Racing, он, скорее всего, просто лично для меня растерял свою ценность, поскольку связи-то я с ней не нашел или связи у меня никогда с ней не было. Но эта игра, или даже, может быть, не сама игра, сколько ее идея, вот это вот воспоминание о несбыточном, она все равно для меня очень много значит. Ведь она показала, на что способны консоли, и чего мы, пикабояре, были тогда лишены. Кто-то скажет, что я не прав. Если это так, то, пожалуйста, дайте мне знать в комментариях, напишите свои примеры. Но мне кажется, вот по части разнообразия, по части подхода к геймплею, рынок ПК-игр и гонки в частности, в начале двух тысячных, опять же, они, ну, в какой-то мере страдали. То есть были такие сухие, академические, суровые жанры, а вот чего-то необычного, интересного, днем с огнем, как говорится, не сыщешь. И массовый игрок, типа меня, мы росли на серии Need for Speed. То есть Electronic Arts давала нам все, что нужно. Хочется спорткаров и заездов с полицией? Вот тебе, пожалуйста, Hot Pursuit. Говоришь, увидел в салоне Гран-Туризм и тоже очень с подобным подходом? Сейчас, Porsche Unleashed, держи, лови, играй. Графоне надо и новых технологий? А мы как раз-таки Hot Pursuit 2 сделали. Чё-то там, Порсаж посмотрел? Какое совпадение? Мы тут такую пушку написали. Закачаешься. Называется Need for Speed Underground. Тебе понравится, вот увидишь. Электроники стабильно каждый год засылали нам, ПК-баярам, новую часть своей флагманской серии. Они играли на трендах и выигрывали. Они собирали кассу, иногда попадали мимо, но в целом всегда старались следить за интересами публики и подстраиваться под наши ожидания. Вот только публика эта бесконечно росла и множилась, а вчерашние фанаты первых NFS уже давно стали благородными, или не очень старцами, которые ищут только одного — покоя, умиротворения и вот этой вот гармонии. Свежее же поколение игроков настолько не совпадает с интересом с нами, что угодить здесь не просто сложно, невозможно. Electronic Arts честно стараются попасть и по вашим, и по нашим, но последние годы их попытки вызывают скорее жалость и грусть. Ну, не получается. И, наверное, не получится. Последний вот Need for Speed Unbound. Я пробовал у него играть, и, несмотря на дурацких персонажей абсолютно непопадание по музыке, у меня просто не получалось к ней притереться. Зацепиться оказалось просто не за что, словно ты проваливаешься в яму тоски и уныния, и тебе как-то нехотя подбадривает, мол, «Хей, брат, вылезай!», а ты мне хоть отвечаешь, типа, «Ща, ребят, ща, вылезу!» Только тебе лень даже руку протянуть. Вроде бы графически выглядят потрясающе, и огромный город, куча машин, вот всё вот это вот разнообразие, но, на мой взгляд, огромное количество потенциального гринда ради ещё большего количества деталей для кастомизации просто сбивает с толку и демотивирует. Идентичность твоей машины растворяется, и, как бы парадоксально не звучало, индивидуально стеряется. А вот визуальный стиль, кстати, мог бы делу даже помочь, будь эта игра хорошей. Все критиковали эти анимешные эффекты, рисованный стиль, но мне он показался, в принципе, забавной идеей. Пойдёшь, встречают, и зачастую для эффектного появления даже не требуются какие-то заоблачные или облачные технологии, всякие там ПТСР-лучи. Вот возьмём тот же PlayStation 2. На ней было, условно говоря, процессор на 300 МГц и оперативная память 4 МБ. Но японские дебюрки пользовались этим так, что любые гайдины позавидуют. И дело не только в умении работать с движками, умению пользоваться вот этой технологией, но и в целом в подходе к режиссированию игр, к постановке, к умению достать какой-то интересный концепт из любой идеи, из любого даже, казалось бы, не предназначенного для этого жанра. Короче, сегодня я хотел бы вам рассказать про серьёзные гоночные симуляторы, но поданные через призму грандов японского игропрома. Это Capcom, Namco и Square Enix. Я вот всерьёз считаю, что сплав эффектов в Unbound — это прикольно. И как минимум выделяет её на фоне остальных частей NFS, которые вот у меня в памяти уже давно перемешались друг с другом. И весь этот саушейдинговый дым из-под колёс не мог не напомнить мне о другой гонке, что целиком было построено в таком вот мультипликационном стиле. И я говорю про Auto Modelista от Capcom. Доподлинно неизвестно, что именно же подтолкнуло Capcom разработать новую гоночную игру в таком виде. Но давайте вспомним начало 2000-х. Тогда саушейдинг был, ну, прямо в моде, и многие старались делать игру в этом стиле. Не у всех получалось достойно, но если получалось, то обзоры рассыпались в комплиментах необычному визуальному стилю. Так что, скорее всего, именно это, а может быть, ещё аниме-сериал Initial D послужили причиной. Всё-таки надо признать, автомобили в такой рисовке действительно выглядят круто. И идея не просто смотреть, а ещё управлять ими, эта идея притягивала. Гонок тогда вообще выходило довольно-таки большое количество, но аутомоделиста, она сразу же притягивала взгляды. Её просто хотелось потрогать, попробовать, вот как оно ощущается. И, кстати, по тому же Initial D тоже выходило большое количество игр, но ни в одной из них авторы не пытались подстроить игру под стиль аниме. Большое упущение. Но вернёмся к Capcom. Вы все прекрасно знаете их по миллиарду самых разных франшиз, вот только гонками они практически никогда не занимались, и аутомоделиста была попыткой пробиться в жанр. В иглой проекта поставили молодого специалиста Хидеаки Цуна. Это потом этот уважаемый мужчина станет известен как бессменный геймдиректор серии Devil May Cry, начиная с второй части, и автор, и идеолог обеих Dragon's Dogma. Но тогда Хидеаки был молод и работал только с файтингами, типа стритфайтером. Возможно, кстати, графическое оформление последних также повлияло на гонку об Capcom. Но вот что интересно, за мультяшным стилем стояла вполне себе серьёзная, можно сказать, взрослая попытка в гонке. В качестве ориентира авторы игры выбрали не столько NettoSpeed, сколько Gran Turismo. Я вообще, кстати, часто буду вспоминать это название по понятным причинам. И здесь тоже есть лицензированные автомобили. Эти машины тоже можно тюнинговать согласно условиями заездов, менять покрышки, настраивать тормоза, менять турбины. Можно даже двигатель в машине поменять. Внешний вид, кстати, тоже поддаётся модификациям. Спойлеры, фары, юбки, наклейки. Это за год до первого андеграунда. Но при этом она подаётся в такой игривой, лёгкой форме. Бодрая и весёлая музыка, яркое оформление менюшек, чрезвычайно радостный голос ведущего соревнований. Режим карьеры в целом похож на то, что мы потом увидим через год в NettoSpeed про уличные гонки. У нас тоже есть гараж, есть машины, есть тюнинг, есть различные соревнования, которые поэтапно открываются по мере прохождения. Успешно проходим гонку, нам дарят машины, новые запчасти, наклейки. Мы прогрусируем, продвигаемся дальше. Не хватает разве что какой-то сюжетной мотивации. Но об этом в другой раз. Про внешний вид я сказал уже много. Да вы и сами всё видите. Игра действительно выглядит классно. А вот играется на чуть хуже. В то время игру критиковали за одновременно упрощённую и усложнённую модель поведения машины. Что они имели в виду? С одной стороны, у машины должно быть как бы 4 точки соприкосновения с трассой. Это 4 колеса. Но в этой игре их не 4, а как бы одна. То есть не колёса влияют на передвижение, а словно сама машина, как единый такой монолит, движется по трассе. То есть просто такой кусок чего-то, приклеенный к дороге. И от этой самой дороги ничто его не способно оторвать. То есть машина не прыгает на ухабах, не прилетает на горках и всё такое. Это не то, чтобы прям какой-то серьёзный минус, но поскольку авторы-то рассчитывали сделать что-то более-менее такое симуляторное, это, естественно, ощущается. Особенно, когда ты сравниваешь ивру с более такими продвинутыми, так скажем, представителями жанра. Другая проблема, которая вот действительно проблема, это странное отношение к грифту. Он как бы подразумевается, потому что на каждом повороте машина вот-вот уйдёт в управляемый занос. Но только удержать машину невероятно сложно. Вот на простой трассе с большим радиусом поворота я умудрялся пройти его в более-менее правильном заносе. Да и то, скорость тогда терялась приличной. В остальных же случаях машину просто разворачивала на месте, и ты будешь 300 лет потом выезжать обратно в правильное положение. А выезжать обратно трудно отчасти из-за странного решения задним уходом. Здесь нет просто кнопки «Ехать назад». Нужно сначала включить заднюю передачу, даже на автомате, а потом, собственно, переключиться обратно. Ну, как бы, да, реализм, но всё равно неудобно, учитывая, что в играх обычно так не делают. Вообще машина управляется непросто. На прямых и простых трассах всё вроде бы более-менее неплохо, и даже приятно, и вполне себе бодро играется, но вот стоит попасть на сложный участок с резкими поворотами, и ваша машина улетает в кювет. За эту игру тоже критиковали на релизе, с чего автомоделиста так и не смогла пробиться и стать популярной игрой. А Capcom перестала даже пытаться в гонке. Но это всё ещё уникальный и очень интересный игрой опыт, в который я сам ещё точно буду поигрывать время от времени. И вам того же желаю. Если вспомнить 8-битные, 16-битные деньки, то с жанрами гонок там было всё непросто, опять же, на мой вкус. Если взять вид сверху лизометрию, то да, любой из нас называют парочку крепких, хороших игр. Но когда мы берём такой классический вид из-за руля или из-за машинки, то вот здесь вот становилось сложно. Буквально оставалась узенькая полоска, на которой мы выглядывали машины соперника и повороты. Всё остальное занимало обочина или корпусу нашей машины, или вообще интерфейс какой-нибудь с картой. По крайней мере, мне такие игры быстро наскучивали, я уж тогда не видел в них особенной ценности. Из-за технических ограничений их зачастую трудно было отличить одна от другой, потому что в каждой из них будет зелёная трава по бокам, серая полоска трассы влево-вправо, и где-то на горизонте скромной спрайти города или гор. Отсутствие перепада высоты и какого-либо разнообразия сказывалось сильно. Мы просто зажимаем кнопку газа, перед поворотом отпускаем кнопку газа, а потом снова нажимаем. Гонок таких было довольно-таки много, но по-настоящему меня вот лично цепляло только Mario Andretti Racing. Все мои претензии к 16-битным гонкам относятся, ну, как бы и к ней тоже, но она как-то игралась бодрее на их фоне. А ещё запомнилось тем, что там был выбор из разных классов машин, потому что там была машинка NASCAR, была вариация Formula 1, этот американский чемпионат IndyCar или что-то типа того, ну и какая-то вариация Buggy тоже была. Все три машинки ощущались по-разному, насколько позволяла мощность Sega Mega Drive, но самое главное, они ощущались. Во многом благодарить надо, как мне кажется, камеру. Она была расположена не из-за руля, а вот как бы с капота, из-за чего места для обзора было побольше, плюс к тому же саму машинку потряхивало на поворотах или столкновениях. Этого было достаточно, чтобы оживить игровой процесс и затянуть меня на какое-то время, потому что ты как бы ощущал движение в машине. И я запомнил Mario Andretti Racing как раз-таки вот за это, за ощущение. И самое интересное, что несколько лет спустя мне на глаза попалась игра, я не помню, где это было. Может быть, на каком-то из журналов снова, может быть, на диске было видео или где-то ещё интернета тогда особо не было. Но я просто запомнил, насколько реалистично она смотрелась, насколько круто и отлично любых других гоночных игр она выглядела. Мне название врезалось в память тут же. Я в неё с тех пор не играл ни разу до сего момента, но у меня в голове она ассоциировалась исключительно с каким-то фантастическим подходом к гейндизайну, к внешнему виду и, самое главное, к ощущению. Потому что эта игра давала настоящие вот эти вот эмоции от вождения. То есть как будто бы ты сам сидишь за рулём машины. Она словно позволяла испытывать вот эти вот настоящие эмоции от вождения. И называлась она, кстати, также Driving Emotion Type S. Март 2000 года. PlayStation 2 выходит в продажу в Японии. Компания Square. Тогда они ещё даже не объединились с Enix и назывались просто Square. Естественно, эта компания имела большие планы на эту консоль. Ведь для первого PlayStation они упустили кучу игр, которые мгновенно становились легендарными. Я говорю про серии Front Mission, Chrono, естественно, Final Fantasy и многие другие. И к запуску приставки нового поколения Square готовят, нет, не очередную JRPG неведанного размаха, а внезапно гонку. Им хотелось занять пока ещё пустую нишу продвинутого гоночного симулятора. Ведь команда Kazunori Yamauchi выпустит свой флагманский Gran Turismo 3 лишь через год. А сейчас на старте консоли есть все возможности, чтобы забывать публику. И на первый взгляд у Driving Emotion Type S для этого были все шансы. Помимо запуска практически на старте консоли, игра выглядела просто сногсшибательной. Сейчас эту магию трудно прочувствовать, но просто визуализируйте эти даты. 2000-й год. Porsche Unleashed и Colin McRae Rally 2.0 вышли в это же время. Это, безусловно, симпатичные игры, но передавали ли они те же ощущения от вождения, что буквально вынесены в название этой игры? Не удивлюсь, если всю Driving Emotion создавали исключительно под вид из кабины, а остальные режимы добавили, ну, как бы для галочки. Потому что со стандартной камерой игра теряет всё своё очарование, и даже, ну, рискует затеряться на фоне многих других гонок. Но вот стоит только вернуться за руль, и вот оно, чувство. Ну, просто не было настолько проработанных кабин в то время, не было такой интерактивности внутри машины. Камера, она не статична, она как бы существует внутри машины. Мы чувствуем динамику движения благодаря этому тоже. Плюс сюда добавьте ультрасовременный эффект глубины и прочую постобработку, которая позволяла PlayStation 2, и 60 кадров в секунду они добавляли динамики. Короче, приставка следующего поколения во всей красе, прямо у вас дома, у вас в телевизоре. Ну, точнее, у них. У нас-то этого добра всего не было в 2000 году. К тому же, игра изначально вышла только в Японии. И вот она вышла, и нет, к сожалению, не стал имагномерным хитом, и к трону Gran Turismo ей даже приблизиться не дали. Потому что отзывы на игру были довольно негативными. Да, графику отработали как надо, вот только про физическую модель то ли забыли, то ли зачем-то решили с ней свои странные японские эксперименты провести. Но в итоге играть было тяжело. Прям, ну, действительно тяжело. В обзорах японской версии машины сравнивают с куском мыла на поверхности стекла. Настолько трудно было управлять машиной. И, уйдя в занос, вернуться из него было невозможно, как невозможно было установить хоть какой-то контроль над движением. То есть игрок не получал удовольствия от попытки совладать с непростой моделью управления, научиться водить машину. Но, наоборот, игрок страдал от кривых и странных решений разработчиков. Начитавшись таких отзывов, разработчики заперлись в студии, чтобы переделать игру в лучшую сторону, из-за чего релиз на западе задержался практически на год. Получившаяся версия играла значительно лучше японского оригинала, но была все еще довольно-таки специфической. Из самых очевидных примеров — отсутствие автоцентрирования. То есть, слегка повернув руль в сторону, ну, или на секунду отклонив стик в сторону, машина меняла курс на несколько градусов и так продолжала потом ехать как бы вбок, не выравнивая движение. Из-за этого ты должен был постоянно воевать со стиком, дергая его в сторону, чтобы выровнять машину. И вы скажете, что, ну, в реальной жизни как бы точно так же все происходит, но в реальной жизни ты все-таки управляешь рулем, там слегка другой радиус поворота, и другая специфика управления, к тому же масштабы дороги другие. И это все ощущается по-другому. А в игре мы все-таки, во-первых, привыкли к этому самому автоцентрированию, а во-вторых, ну, масштабы-то сильно меньше, да, и машинки, и трассы, они такие как бы маленькие, небольшие, поэтому дергать этим самым стиком приходилось довольно-таки часто. И с этим дерганием стика еще одна проблема. Разработчики хотели сделать управление стиком, похожим на настоящее рулевое управление. Если в обычной игре вам нужно повернуть налево, а затем слегка поправить курс вправо, то вы как бы дергаете стик влево, а затем дергаете стик вправо. В реальной жизни руль кидать вот так вот из стороны в сторону вы, естественно, не станете. И поэтому в Driving Emotion вам тоже нужно не кидать стик туда-сюда, а как бы плавно его подталкивать в нужную сторону, а потом слегка корректировать в другую сторону. Иначе, если вы будете его дергать сильно, то машина уходит за нос. В теории это звучит интересно, и вы даже скажете, что это, ну, какая-то претензия на реализм есть, то есть, как бы, почему бы и нет. Вот, но на практике это все еще не совсем удобная система. Редкие фанаты этой игры говорят, что к такой системе можно привыкнуть, и в ней есть своя прелесть. Но к тому времени уже вышел Gran Turismo 3, и необходимость в других гонках просто отпала. А про Driving Emotion Type S довольно-таки быстро забыли. Знаете, что еще было сложно? Та самая гонка из первой мафии. До патча. Я был там. Я был там, Гэндаль, 3000 лет назад. Вот вам такой вот интересный факт. Я не помню, откуда я взял эту информацию, но тогда я был полностью уверен, что разработчики мафии позаимствовали физический движок из Gran Turismo для своей гоночной миссии. Я, конечно, не знаю, зачем им было это делать, но я был абсолютно уверен в этом и всем об этом рассказывал. Хотя, с другой стороны, сами посидите. Gran Turismo, на тот момент вторая часть, реалистичный и сложный симулятор. Гонка в мафии? Жесть какая реалистичная и сложная. Все сходится. До сих пор помню, что я потратил буквально полдня на прохождение этого заезда и дико радовался, что смог ее таки одолеть. Конечно, по мере прохождения я эквивалатуру обстолбил и сам кидался голову в стену. Но, в целом, я на эту миссию зла не держал. Все-таки она мастерски вписана в сюжетную линию и здорово обрамлена интересными ситуациями. Ночная поездка за город, на трассу для совершения диверсии, спящий город, темная ночь вокруг, которая сменялась ярким праздничным днем. Ты верил в то, что в Лост-Хейвене действительно проходит важное спортивное событие. И так получилось, что именно тебе предстоит участвовать в нем. Мафия на раз погружала в свой виртуальный мир и заставляла верить в него. А сюжет не отпускал до самых титров. Почему другие гонки так не делают? Оберните эти заезды в какой-то сюжет. Дайте нам какую-то подоплеку для этих соревнований. Кто-то скажет, что это лишнее, но я бы с удовольствием бы в такие игры играл. Если бы я только знал, что у японцев и такое тоже есть. В 2003 году Намка выпускает спин-офф своей легендарной серии Ridge Racer под названием R Racing Evolution. А самая серия Ridge Racer нашему брату практически неизвестна. Хотя когда-то модные и стильные гонки этой серии продавали первый PlayStation. Крутые машины, четкий техно-бит, красивая графика и управляемые заносы. Вот то, на чем эта франшиза держится. Вот только на новенькой PlayStation 2 вдруг появился вопрос, а не пора ли серию обновить? Сто раз упомянутый уже Grand Tourism набирал популярность, а новая часть Ridge Racer не совсем. Поэтому авторы из Намка решили сделать шаг в сторону и изменить концепцию своего гоночного сериала. Свежая R Racing Evolution тоже хотела побороться с этим вашим GT. В ней были настоящие лицензированные машины, разбитые на несколько классов. Возможности тюнинга и апгрейда, настоящие же трассы, несколько режимов игры, но самое главное продвинутый режим карьеры. И в ней была самая настоящая сюжетная линия, в которой рассказывают историю девушки Рены, что волей судеб стала гонщиком. Просто она работала в скорой помощи и дежурила на одном из соревнований, когда вдруг произошла авария, и она профессионально и очень быстро доставила пострадавшего спортсмена в госпиталь. Менеджер команды заценил ее талант вождения и предложила место в команде взамен выбавшего пилота. Так оно обычно бывает, я думаю. Вполне жизненная история. И самое главное, что на этом и эта история не заканчивается, как в «Коммите андеграунд». На протяжении 14 глав нам показывают симпатичные заставки о жизни Рены в команде, становлению карьеры, о соперничестве с другими гонщиками и даже о некой корпорации, что заправляет гоночные индустрии в округе. То есть она снабжает гонщиков, команды, но при этом устраивает подставные заезды и все такое. Естественно, стоит ожидать слегка неожиданных твистов от друзей и врагов и подобных вот поворотов в сюжет. Ничего экстраординарного, но это все еще очень приятно в рамках классической такой гоночной игры. Вообще, если вы знакомы с «Сейс Комбат» от той же «Намка», то формула вам должна показаться знакома. Сюжетная линия с разными героями, фракциями, странами, что развивается на фоне авиасражения. Здесь аналогично, только про машинку. И да, чисто с геймплейной точки зрения это все еще кольцевые гонки. Ничего лишнего здесь, к сожалению, нет. И тот заезд на скорой помощи в начале игры, он как бы за кадром происходит. Думаю, вообще в подобные вставки пришлись бы к месту, добавили только очков в игре, ну, очков разнообразия. Но, может, я слишком многого хочу. Зато вот несколько интересных фичей в заездах реализованы. Например, у каждого соперника на трассе есть условная полоска жизни. И стоит только сесть ему на хвост, как водитель начнет нервничать, и полоска будет накапливаться, пока в какой-то момент у оппонента не лопнет терпение, и он будет пытаться оторваться от вас или сбросить с хвоста. Само собой, в таком случае довольно-таки высока цена ошибки, и он может вылететь с трассы. В условиях затяжных заездов и напряженной дуэли за первое место такая система играется, надо сказать, довольно-таки круто. В обзорах игры того времени эту особенность сравнивали с Тейкиным. Тоже, кстати, от Намко. То есть, получаются такие вот поединки за рулем. Кроме того, все ваши действия сопровождаются комментариями со стороны менеджера команды. Он подбадривает вас или дает советы, а соперники на трассе ругаются или сыпят угрозами. Совсем как радиопереговоры в Ace Combat. Надо ли говорить, что на погружении это работает как надо и позволяет лучше прочувствовать персонажей? Механически игра, конечно, пыталась подстроиться под стандарты гран-туризма, но ему таки проигрывала. Потому что пока Polyphony Digital годами выстраивали идеальный баланс между реалистичным аркадным вождением, Намко все-таки делали аркаду про дрифт. Из этого R Racing Evolution получился не столь приятным управлением. Это хорошая игра, это годная игра, просто это не гран-туризма. Так, например, камера, она как бы ну прям закреплена за машиной намертвой, и это сказывается на динамике и ощущении скорости. Я вообще вот такой в гонах вот не очень люблю. Сама машинка управляется ну как бы обычно, без изысков, без особенностей. Просто машинка едет, машинка поворачивает. Хотя, с другой стороны, как бы, а что еще нужно? Я только что жаловался, что вот в Автомоделлист ее управлять сложно, или вот Driving in the Motion вообще какой-то специфический. Так что здесь просто машинка едет, есть сюжет, есть заставки, как бы круто. И если вам интересен вот этот самый сюжет в игре про туринговые соревнования, то в этом можно и даже нужно играть. И такие гонки тоже бывают, кто мог подумать. Но я вот, к сожалению, небольшой любитель аниме и JRPG, поэтому большая часть японского игропома проходит мимо меня просто. И из-за этого, с другой стороны, гораздо интереснее находить вот такие вот hidden gems. Такие вот проекты, в которых авторы попытались соединить нестандартный подход и жанры, которые, казалось бы, ну вообще несовместимы. Так что, если вдруг вы знаете какие-нибудь интересные необычные гонки, которые мне обязательно стоит заценить, то напишите об этом в комментариях. Я проверю, потому что, опять же, люблю такие вещи нестандартные. Вот. Ну, а на сегодня все. Спасибо за просмотр. Надеюсь, было интересно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до встречи в следующем видео. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин